День Земли День Зятия Бастилия Только для того, чтобы доказать нам, землянам, что мы не самые глупые во Вселенной. Всем удачи! Мы начинаем. Сейчас здесь появятся люди, которым я очень сильно завидую. Ох, как я хочу хотя бы разочек оказаться на их месте. Ты что, попрошайничаешь? Ну да. Зависть, плохое чувство, Лень. К тому же, я совсем не уверена, что ты справишься с такой большой ответственностью, как сделает это наша тиражная комиссия. Именно они и будут следить за правилами проведения сегодняшнего тиража. Он будет долго гнать свой болид. Потом сыграет Гамлета, да, еще и споет. Встречайте, член тиражной комиссии, актер и певец. Да, между прочим, актер и певец. Тут прям так написано. Алекс Клец. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте. Вот здесь вот еще написано, что вы увлекаетесь йогой. Да. Скажите, зачем мужчине такая гибкость? Он же должен быть несгибаемым. Нет, ну тут дело больше не в гибкости, а дело в том, что в какой-то гармонии внутренней. То есть это дает определенное расслабление в нашей жизни, полное стресса и просто помогает быть в хорошей физической форме. Запоминай, вот так вот. Да, я вовсю, знаешь, как гнусь. Ты не видел, просто за кулисами. Да. Пройдет совсем немного времени, и мы увидим имя этого человека в списках Forbes. Секретарь тиражной комиссии Евгений Фадин. Также он студент факультета бизнеса и права. Все правильно? Все верно. Именно Евгений будет вести протокол сегодняшнего тиража. Евгений, я знаю, что вы увлекаетесь бильярдом. Это верно? Да, это так. А какой вам больше нравится, русский или пул? Все-таки больше пул. Угу. И что именно вам нравится в пуле, в бильярде? Шары. Шары? Гонять шары? Ну да. Евгений, который нравится гонять шары. Хо-хо. Я увидел ее сегодня до съемок и на полчаса потерял до речи, потому что эта девушка просто потрясающе красивая. Председатель тиражной комиссии, красавица, певица. Ох, я опять потерял до речи. Окс. 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 Вот я прям готов все время так оксать. Я к вам подойду. Беги, беги. Как долго вы увлекаетесь пением? Ну, как родилась, так и пою. Прямо с микрофоном родилась, с микрофоном, наверное, умру. Фу-фу. Скажите, наверное, в планах покорить весь мир своим вокалом? Это само собой, но в планах все-таки быть полезной людям. Вот когда человек пишет тебе, твои песни помогают мне жить, я думаю, это самое высшее счастье для артиста. Отлично. Когда завоюете мир, не забудьте про меня. Я ваш поклонник. Сара, а зрителей Гослада удивите своим пением? Ой. Как говорится. Я не пойду домой. Именно, именно. Обязательно. Ну, ладно, после эфира, наверное. Уважаемые телезрители, пожалуйста, выбирайте претендента к названию «Мисс Гослато-2011» из нашей комиссии и голосуйте за них на сайте... Гослато.ру. Молодец, чтобы держала. Смотрите на этом же сайте все результаты. Мы промежуточные итоги конкурса будем публиковать именно там. И финал в конце года тоже там же. Дорогая наша тиражная комиссия, не могли бы вы пожелать нашим зрителям чего-нибудь эдакого? Я хотел бы пожелать удачи и чтобы все, кто играет в эту замечательную лотерею, обязательно выиграли. Вы играете? Теперь буду играть. Обязательно, потому что и мы вам желаем тоже удачи. Лень, давай поиграем в города? Давай, Москва. Ну не так. Вот смотри. Ну и что там? Улан-Удэ. А, тебе туда надо. Да? Что теперь? Теперь ты. Давай. О, Пекин. Вот туда бы я съездил. Слушай, дорогая, вообще-то в города играют совсем не так. Да ерунда. В города и куда поехать на отпуск, играют именно так. Кстати, однажды я из-за этой игры провела целый месяц в Монголии. Так себе отдых, ребят, не рекомендую. Бедная девочка, я тебя сейчас научу играть правильно в игру города. Ну а вы, уважаемые телезрители, пока познакомьтесь с правилами игры в Гослото. Я тебе сейчас такого научу. Как играть в Гослото? Чтобы участвовать в игре, вам нужно заполнить от одного до шести полей игрового купона и оплатить лотерейную ставку. Чтобы заполнить купон, используйте любой из трех способов. Первый способ. Игра минимальными ставками. Выберите пять чисел от одного до тридцати шести в Гослото 5 из тридцати шести. Шесть чисел от одного до сорока пяти в Гослото 6 из сорока пяти. Второй способ. Игра развернутой ставкой. Вы можете выбрать больше, чем минимально необходимое количество чисел. Такая ставка стоит дороже, но и вероятность выигрыша по ней выше. Более подробно о развернутых ставках читайте на сайте гослото.ру. Третий способ – автоматический. Числа за вас выбирает компьютер. Если вам нужно внести изменения в игровое поле, укажите «Отмена». Это поле не будет учитываться при оплате. Вы можете участвовать одной ставкой сразу же в нескольких тиражах. Укажите нужное количество тиражей. Теперь вам остается только оплатить ставку, и вы в игре. Дорогие друзья, еще играть можно на сайте гослото.ру. В розничных точках продажи, в платежных терминалах «Киви», «Новоплат» и «Лотер». А еще играть в гослото вы можете везде, где ловит мобильная связь. Потому что и ставки можно делать, и по СМС. Более подробную информацию узнаете на сайте гослото.ру. Машенька, держи чучело земли. Давай. А я, наконец-то, скажу, что мы начнем таки. У меня тут шар. Все это действие, ради которого мы все собрались. Беги. Бегу. Итак, дорогие друзья, мы начинаем розыгрыш 515-го тиража гослото 5 из 36. Я напомню, как будет проходить розыгрыш. В лототроне находится 36 шаров. Лототрон поочередно выдаст 5 шаров, которые составят выигрышную комбинацию. Сумма выигрыша зависит от количества угаданных вами чисел и полученных комбинаций. Выигрыши в лотерее гослото 5 из 36 фиксированы. То есть за 2 правильно угаданных числа вы получаете 60 рублей. За 3 правильно угаданных числа вы получаете 300 рублей. За 4 правильных угаданных числа вы получаете 3000 рублей. Ну а размер суперприза за 5 угаданных чисел мы узнаем сразу после розыгрыша. После того, как Леня так подробно рассказал нам о правилах проведения розыгрыша, я думаю, что настало время рассказать, какой призовой фонд в сегодняшнем 515-м тираже лотереи гослото 5 из 36. Он составляет 1 миллион 691 тысячу 115 рублей. Вот это цифры. Теперь я обращаюсь к тиражной комиссии. Скажите, вы проверили готовность к проведению 515-го тиража лотереи гослото 5 из 36? 36 шаров и лототрон тщательно проверены. Все готово к началу 515-го тиража гослото 5 из 36. Поет, не говорит. Поет. Итак, лототрон запускаем. Продолжение следует... Шар номер 23. Шар номер 23. Шар номер 34. Шар номер 34. Шар номер 19. Шар номер 24. Шар номер 9. Через некоторое время вычислительный центр гослото посчитает результаты сегодняшнего тиража. Совсем скоро мы узнаем, удалось ли кому-нибудь выиграть сегодняшний суперприз. Узнаем чисто позже. А пока мы напомним о том, что выигрышная комбинация 515-го тиража состоит из следующих номеров. Шар номер 23. Шар номер 5. Шар номер 34. Шар номер 19. Шар номер 9. Внимательно проверяйте свои билеты. Лень. Да. А у тебя есть домашние животные? Нет, у меня аллергия на шерсть. Да и потом за ними же нужно убирать, выгуливать их, играть с ними. Ну, вообще много возиться. Кажется, у меня сейчас будет аллергия на тебя, Лень. Ну, как можно любить такие маленькие, пушистые, милые существа? Это же так, так, так мило. Ай, я знаю, что я тебе подарю на следующий Новый год. Маленького, пушистого, милого, красивого крокодила. Ой, что-то мне нехорошо, Лень. Да, я переведу дух. Давай сейчас посмотрим сюжет про певицу Ламу и ее кота, который приносит удачу. Может, поможет он мне от аллергии на тебя? Не знаю, не знаю. Российская певица Лама словно сошла с картинок аниме. Большеглазая, высокая блондинка с аппетитной фигурой и чудной татуировкой на лбу. Она первая ввела в моду фронту. Рунический знак на лице. У нее есть даже подражатели-клоны по всему миру. Некий, получается, креатив и эксклюзивность. То есть, я считаю, что вот с 4 лет я постоянно хожу в таком виде. Лама – ее настоящее имя. Еще маленькой девочкой она рисовала магические знаки на песке, в тетради и даже на лбу. Не зная, что именно они означают. До тех пор, пока в 13 лет не встретила учителя восточной философии. У меня было не самое хорошее настроение. Я сидела в парке, просто на скамейке. И опять-таки, кстати, в тетрадке рисовала вот эти символы. И ко мне подсел мужчина и сказал, неправда, что нету солнца. Оно есть, оно просто за тучами. Первые сохранившиеся рунические надписи относятся к третьему веку нашей эры. Само слово «руна» произошло от древних индогерманцев и означает «тайну». Для обложки своего первого альбома Лама выбрала символ победы. Его выжигали у себя воины-победители. Самой известной стала песня «Дыши», которая разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров. Я считаю, что это однозначно победа. И у меня, например, нету там папы-олигарха, мужа там с мегасостоянием, какими-то там несметными богатствами. Я простая девушка из семьи военного. Но мне кажется, что все-таки успех как-то все-таки связан с этими символами. Она постоянно совершенствует не только свой голос, но и оттачивает мастерство рисования магических знаков. Лама нанесла идентичную руну своему сфинксу Джессику. Этот живой талисман на каждой второй фотографии в альбомах певицы на Фейсбуке. Где бы я ни гастролировала, куда бы ни приезжала, все-таки я чувствую с ним какую-то внутреннюю связь, потому как нас объединяет общий знак на лбу. Теперь у Ламы появился еще один член семьи. Неизвестный поклонник прислал игрушку лисенка с такой же отметиной на лбу и бумажным сердцем на ушки. С таким талисманом певица просто обязана быть не только удачливой, но и любимой. Мы приступаем к объявлению результатов 515-го тиража лотерей Гослото 5 из 36. Два числа из пяти. Выигрышных ставок 14405. Сумма выигрыша 60 рублей. Три числа из пяти. Выигрышных ставок 1612. Сумма выигрыша 300 рублей. Четыре числа из пяти. Выигрышных ставок 76. Сумма выигрыша 3000 рублей. И, наконец, пять чисел из 36. Так. Барабанная дробь. Напряжение растет. Ну, готова? Я? Да. Пять чисел из 36. Не угадал никто. А это значит, что уже в следующем, 516-м тираже, лотерей Гослото 5 из 36 сумма суперприза составит 1 миллион четыреста тридцать девять тысяч двести пятьдесят рублей. Уважаемые участники, более подробную информацию о результатах тиражей вы можете узнать в точках распространения билетов на сайте гослото.ру и по телефону 8 499 27 0 27 27. Также результаты тиражей публикуются в газете «Аргументы недели» по четвергам. Мы поздравляем всех победителей розыгрыша лотереи Гослото 5 из 36. Играйте и выигрывайте с нами. Каждый день с Гослото. А я хочу обратиться к членам нашей тиражной комиссии. Подтверждаете ли вы, что 515-й тираж лотереи Гослото 5 из 36 был проведен по всем правилам? Да. Тогда я прошу подписать вас протокол сегодняшнего тиража. Мы хотим напомнить, что в лотереи Гослото 5 из 36 суперприз каждого тиража, проходящего с 1 по 9 мая, составит 2 миллиона рублей каждый день. А я, в свою очередь, напоминаю, что с 19 апреля по 14 мая разыгрывается автомобиль. Но не простой автомобиль, а BMW 3 серии. О май гадабал! Да у тебя даже даматиста нету. В акции участвуют билеты на Гослото 6 из 45, купленные на 2 и более розыгрышей. Так что скорее бегите покупать лотерейные билеты в интернете, в терминалах оплаты, по СМС, в точках продаж Гослото и боритесь за эту очень красивую машину BMW 3 серии. Борись со мной! Брись! Американский комик и карикатурист Эшли Бриллиант, да, однажды сказал, жить на земле, возможно, дороговато, но вы получаете ежегодно бесплатный круиз вокруг солнца. А вот играть в Гослото совсем недорого, зато есть отличный шанс получить суперприз и жить в круизе, Люня, постоянно. С днем земли вас, дорогие зрители! Пока-пока! Удачи! Кстати, Лень, ты слышал про такую акцию «Выключи свет на час»? Ну и что? Ну так давай пойдем дальше и проведем акцию «Выключи свет до завтра»! Как это? А вот так. Смотри. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok